Друзья, всем привет! И сегодня у нас с вами будет горячий выпуск. Есть девушка Анна и есть компания Health by Auto, которая занимается подбором автомобилей. И казалось бы, чего дальше может быть? Девушка обратилась в компанию, но произошла такая ситуация, шумиха, которая обсуждается во всем мире автоподбора. Сегодня заходишь в Инстаграмы, заходишь в различные телеграм-каналы, все говорят об этом, как это могло произойти. И казалось бы, ничего грандиозного, но на ее месте может оказаться каждый. Сегодня у нас будет возможность взять в нее интервью и послушать от и до, что произошло и как это произошло. Параллельно с этим я буду давать свой легкий комментарий, в конце я сделаю выводы от себя, а вы сможете точно так же высказать ваше мнение в комментарии. Поймите правильно, в этом ролике у нас нет задачи затопить компанию, как-то наругать ее. Нет, мы просто хотим показать ситуацию, в которой может, подчеркиваю, оказаться любой человек, который интересуется покупкой автомобиля с пробегом и хочет воспользоваться услугами автоподбора. Подчеркиваю, мы стараемся сделать все объективно, в любом случае, выводы делать только вам. Мы начинаем прямо сейчас. Друзья, знакомьтесь, Анна Астахова. Ань, привет. Друзья. Рассказывай кратенько, что у тебя случилось, вообще с чего все началось. Давай прям поэтапненько. Началось с того, что у меня было 500 тысяч рублей и была очень большая необходимость приобрести автомобиль срочно, потому что нужно было ездить. Выбрали компанию по подбору авто, потому что не было времени на поиски автомобиля. В принципе, я некомпетентна в данных вопросах, чтобы как-то там разбираться, есть ли там какие-то окрасы, нет окрасов, в исправности, там она не в исправности. Компания оказалась выбранная help by auto. Вот сразу вопрос, чтобы поэтапно все было, почему help by auto? Как ты о них узнал? Почему там не Ильдар Автоподбор, не Стас Асафьев, не какие-то другие известные компании? Почему они? Ну, года три назад я обращалась к ним уже за подбором. Ну, я нашла автомобиль на автору, просто чтобы нужно было, чтобы приехал специалист, посмотрел, все ли там в порядке. Вот. Я также обратилась к Павлу Будякову в help by auto. Приехали, посмотрели, все клево, до сих пор ездим, были довольны. То есть первый автомобиль покупали через них, был положительный отзыв, поэтому решили пойти к ним. Ну, и в принципе, это такая, у них очень красивый инстаграм, красивый сайт, поэтому я думаю, что такие ребята серьезные сидят, будут работать на репутацию. Чтобы вы понимали, друзья, кто о них впервые слышит, я уже навел справки, на самом деле, компания довольно-таки известна в кругу автоподбора. То есть это не какая-то маленькая компания, там есть большая команда, там, в принципе, есть сильные подборщики, то есть как бы для объективности, там действительно одно время работали хорошие специалисты. Как сейчас? Вот узнаем все от Анны. Так, вы обращаетесь туда. Мы обращаемся, нам дают менеджера Виталия Журавлева. Он нам говорит, давайте три модели, которые вас интересуют, вот, и будем подбирать. Выбрали мы, как основной, от Kia Cerato. Раз. Двухлитровая. Второй мы хотели Civic. Два. Honda. И третий вариант у нас, он такой, мы не могли определиться, потому что то мы предлагали Astra, Opel Astra, нам сказали, что там DSG, он сломается, вы потом будете мучиться. Потом мы хотели, а они предложили Ford Focus 2, но это страшненькая машинка, я не захотела. Мы остановились на Мансере, ну, как вот, запасной вариант просто. Три. Вот, да, три варианта. Сколько денег они с вас взяли за услугу подбора? Тридцать тысяч рублей. Тридцать тысяч рублей. То есть вам какие-то условия сказали, сколько мы будем искать по времени, как вот? Ну, нет, условий как таковых не было, то есть не было времени какого-то ограниченного такого промежутка. Как попадается хороший вариант, берем все, заключаем сделку. Вот такие условия были. Но были оговорки, что как бы хорошие варианты на дороге не валяются, они как горячие пирожки разбираются. По итогу нам на следующий день скидут 14 вариантов автомобилей. Нужно было выбрать три. Мы выбрали, среди них был... А, нет, там еще был один вариант гнилой. Прям на фото я увидела, что ланцер там один фиолетовый стоял в салоне, у него прям крыло. Я говорю, Виталий, а в чем дело? Он такой, ой, я не заметил. Я такой, ну, бывает с кем, не бывает, что. Выбрали в Мацерату, сначала Мацерату выбирали. Вот, нам присылают отчеты, что ой, там перекуп, ой, там салон, ой, там мутный какой-то владелец. Ну, окей. Новых вариантов они почти не скидывали. Ну, так там один-два там скинет и все. Вот. Еще оговорюсь, то что предварительно они скажут, что они стараются избегать всяких сделок с серыми салонами и с перекупами, потому что, как бы, ну, ситуации разные бывают, обманывают на каждом шагу. Чтобы вы понимали, вот параллельно вношу ясность, действительно все автоподборщики, как правило, стараются найти частника, чтобы это был один, там, два, три владельца, ну, чтобы было физическое лицо, чтобы ты приехал, понимал, с кем ты ведешь речь. Перекупов, как правило, стараются избегать. Собственно, работа в отношении Анны, ну, по крайней мере, поначалу какая-то велась, правильно? Ну, да, да, велась. Потом он нам скидывает вариант Лансер 1,5, автомат, вот, визуально такой симпатичный, по Юру проверке тоже нормально все было. И он нас спрашивает, едем смотреть-то? Я говорю, ну, что-то не очень, мне нравится как-то перекуп такой. Ну, а что вас смущает перекуп-то? Да, сразу сказали, это перекуп. А, они вас проинформировали, то, что вот Лансер, но это от перекупа. Да, от перекупа. Потом сразу такое, а что вас смущает в перекупе? Я говорю, я не знаю, что смущает в перекупе. Ну, в итоге, ладно. А, еще он сказал, что вы только сразу скажите, определяйтесь, это сразу, потому что у нас такая система, что если мы выезжаем, и всем техническим характеристикам соответствуется описание автомобиля, нужно будет заключать сделку. Ну, не помню точную формулировку, но смысл был такой. Я еще раз подумала, ну, а стоит ли вообще? Говорю, может, еще посмотрим что-нибудь. Типа, а что смотреть-то? Поехали уже. Ну, в общем, они поехали, посмотрели, вообще все классно, все подтвердилось. Ну, классно что? Крашеный бок, косметический ремонт, как он сказал, причем весь бок. Резина 2011 года. Ну, это тоже, оказывается, хорошо, потому что какая-то геометрия кузова там не нарушена, значит, потому что износ ровно на этой резине. Вот, два владельца и пробег там 113 тысяч. А машина какого года? 11. Вот, все круто. Еще понравилось, что он упирал на то, что там эти металлические накладки на педалях, это вообще топ комплектация. Ну, я же девушка, я же... Ну, как бы вы ему верили, то есть все, как вам человек говорил, то есть вы его слова под сомнение никак не ставили. Ну, это же профессионалы, смысл мне заказывать услугу, если я им не верю. Ну, в итоге они нас убедили, то что нужно брать машину, такие варианты редко выстреливают, вы там еще долго будете искать, на мои слова, что может быть все-таки еще поищем. Говорят, а что вас смущает? Ну, что смущает? Ну, смущает, видимо, у меня перекуп, и в принципе, наверное, интуиция мне не подвела, вот, потому что после заключения сделки мы отъехали... Ну, не я бы... Нет, ну, давайте сейчас... Стоп, друзья, стоп. Мы сейчас сделаем. Да, вы все посмотрели, то есть вы смотрели все по фотографиям, правильно? Да, мы по фотографиям смотрели. То есть вы как бы сами туда даже не ездили. Ну, а смысл? Да, после этого, когда вы говорите, ну ладно, фиг с ним, вы готовы брать, то есть вы уже смирились, настроились на машину. Да. Как происходит дальше? Вы приезжаете, вы покупатели вообще видели? Мы приезжаем на сделку. Продавца точно. Продавца, да. Перекупа. Вот, ездила не я, ездила мой молодой человек, он приезжает на сделку, там ждет готовый договор, машину загоняет на подъемник, смотрит подвеску, вот, если все окей, то по рукам деньги передаются, и все как бы... Посмотрели подвеску со стороны сотрудников автосервиса, я так понимаю, автосервисы сели просто в ближайший. Да, такой там армян сервис был, типа мобилсервис. Они посмотрели, потрогали, какие-то рекомендации от них были по автомобилю? Ну, там чуть-чуть, я сейчас не помню, что конкретно, но там чуть-чуть нужно было какие-то резиночки поменять, ну, такая мелочка какая-то, там, грабли на 500. Да, и Виталий писал, что вложений вообще почти никаких не требует, там минимальные расходники, масла. Сервис вам это подтверждает, вы говорите, окей, мы готовы покупать автомобиль. После этого происходит покупка, вы оплачиваете, сколько обошлось, обошелся этот автомобиль? В целом, ну, на тот момент? Да, на тот момент. 480 тысяч. Пока что, друзья, все самое горячее чуть позже. 480 тысяч раз, плюс 30 тысяч рублей, вы 100% оплата была сразу за подбор автомобилей, правильно? Да, ну, они еще нам страховку там всякую делали через себя тоже. Страховку это ОСАГО? Ну, да, ОСАГО, да, сделали. Ну, ОСАГО, я думаю, пояснять смысл не, потому что, в принципе, плюс-минус цена, сейчас она фиксированная везде. Как происходили вообще с заключением вашего договора с Павлом? Это было на словах, по телефону, либо вы что-то подписывали? Это было в электронном виде, нам прислали договор, мы с своей стороны его подписали, отправили скану просто. Все, деньги, вы ему оплачивали, счет вам выставляют? Просто перевод с карты на карту? Перевод с карты на карту. Ну, он предоставил нам на выбор, Тинькофф и Сбербанк, но так как у меня Сбербанк, поэтому я оплатила ему на Сбербанк все. Заеду, встречай, жди меня, я на Новой Ласточке лечу к тебе. Что происходило дальше? Ну, не доехав до дома, там где-то километров 30, он звонит мне и говорит, у меня при обгоне фура загорается чек, машина начинает троить, и я говорю, не знаю, что делать, надо звонить им. Я говорю, я пишу ребятам в чат, я просто была в области, там связь плохомовима. В чем дело? Они говорят, ну вы, наверное, заправились где-то не там. То есть 11-летняя автомобиль с 2011-го года, как бы, они изначально, ну, по крайней мере, подумали, что тоже плохой бензин. На бензин, да, на бензин. Направляются в нефть, поэтому мы на бензин не думали. Сразу же машину поставили на обочину, вызвали специалиста знакомого, он сказал, ну, это не свечи, это не катушки, это у вас, походу, делал клапан прогорел, потому что он там что-то потыкал, поменял свечи местами. Вот место, где купили, и до дома сколько это примерно, 100 километров, 1000. 100 километров, да, мы в области ее отгоняли. 100 километров, то есть он проехал 70-30, кому не осталось, и оставшийся путь машина проехала уже на эвакуаторе. Нет, так мы ее потихонечку. Потихонечку, короче, в сервисном режиме назовем его так. Так, вы приезжаете к дому, что происходило дальше? Ну, на следующий день, просто мы-то поздно приехали, на следующий день мы отогнали ее в сервис, потому что Павел кричал, что нужно заключение, естественно, посмотреть, что же там. Вот, ребята померили компрессию, которая не оказалась в третьем цилиндре. Так. Ну, это, соответственно, двигатель уже под разборку идет, нужно было смотреть, что там дальше, первопричину искать. Павел настаивал на экспертизе, просто на тот момент я была в отпуске, поэтому я не могла прям присутствовать там при вскрытии, там, поэтому мы немножко отсрочили этот момент по вскрытию двигателя, и вот пока я была в отпуске, мы ругались, прям вот сильно ругались с Павлом по этому поводу. У вас получается так, чтобы ясность была, Анна покупает автомобиль и отправляется в отпуск на 10 дней. Да. Соответственно, вы как бы планировали так, что у вас и машина, и в отпуск, и вы приезжаете, и все красиво, и человек живет. В процессе в отпуске вы выясняете отношения с Павлом с точки зрения того, что делать в этой ситуации. Какая у вас была изначально вообще к нему претензия, ваши требования первое? Что, верни деньги, забери себе машину или как? Ну, да, на самом деле я считала, что услуга не оказана, потому что я получила не автомобиль, на котором я могу ездить, а дрова, которые стоят в сервисе по факту. И нет, сначала я вообще поискала причину какую-нибудь, почему это могло случиться. Думала, может, помогут ребята. Ну да, он как бы сказал, ну хотите, мы вам посоветуем сервис какой-нибудь. Спасибо, не надо. Вы нам уже машину подобрали. То есть из серии того, что они предложили забрать у вас автомобиль? Нет, нет. Отремонтировать его, допустим, или вы, то есть все делаете вы сами. Все сама, но можем вам посоветовать какие-нибудь там контакты дать, которые вам быстро. Вас это не устроило? Нет, конечно. Нет, дальше какие были еще у вас там? Ну, я ему пригрозила тем, что я буду делать экспертизу, чтобы узнать причину. Причину, потому что Павел говорил, что машину-то мы вам отдали целую, вы на ней уехали, вы там с ней что-то сделали. Поэтому давайте мы будем думать, от чего клапан мог прогореть. Вот, вдруг вы там сами что-нибудь сделали. А эксперт установит тогда, продал ли я вам машину, был ли на момент продажи, он уже неисправен, или это вот случилось за те самые несчастные 100 километров. Вот. И когда он узнал, что я собираюсь сделать экспертизу, он предложил мне вернуть 15 процентов, ой, 15 тысяч рублей за подбор. А почему не 30? А потом, ну, я тоже спросила, он сказал, ну, мы же что-то делали. А 15 тысяч он вам вернул в итоге? Нет. А на что сослался? Ну, там у нас было, у него было странное условие, просто я написала пост в Инстаграме злобный, и вот, видимо, это раскачал, он сказал, что эта репутация его портится на фоне этого поста. Типа, удаляй пост, будьте 15 тысяч рублей. Такая, ну, окей, говорю, удаляю, и что? Он такой, ну, через 14 дней я верну вам деньги. 14 дней, это так смешно было, деньги на карту переводила. Здесь, с точки зрения, друзья, Павла, то есть, действительно, очень странный человек себя повел, при этом, поймите правильно, мое отношение к Павлу вообще нейтральное, я его не знаю, то есть, соответственно, как-то на него наговаривать, плохо, хуже, я не могу. Тем не менее, после того, как Анна начала предавать эту ситуацию согласки, вы не поверите, вот у нее в Инстаграме всего 900 подписчиков, но всплеск произошел какой-то колоссальный, мне до сих пор пишут, звонят люди, хотя я сделал просто сториз без ее упоминания, но ее уже все узнают, так более того, звонят сотрудники от Павла, и которые рассказывают, что тот человек, который занимался подбором, 15 тысяч рублей Павлу вернул. То есть, те деньги, которые вам должны были достаться, он от себя их отдал, по крайней мере, это со слов человека. Насколько мне известно, в ситуации с Анной, менеджер в Италии, он, как бы, эти деньги Павлу за свою мотивацию, он их вернул Павлу, то есть, те как раз где-то, я так понимаю, она изначально хотела вообще всего вернуть половину, за подбор, то есть, 15 тысяч рублей. И менеджер эти деньги Павлу отдал, чтобы он их Анне не вернулся, соответственно, а вот, он еще отказался от своей премии, соответственно, за этот подбор. Но при этом до вас эти деньги так и не дошли. Нет, потому что я когда вернулась из отпуска, вскрыли двигатель, уже оказалось, что я попала на капитальный ремонт двигателя. И вы уже даже знаете, на данный момент, у нас сегодня 11 сентября 2019 года, вы уже знаете, что ваш ремонт двигателя, мы с вами посчитали только что, обходится примерно в 140 тысяч рублей, то есть, плюс-минус вот так, это уже финальная цена, правильно, как вы сказали? Ну, а Павел, когда все это я выложила в Инстаграме опять грозный пост, еще один был, я там слов не выбирала абсолютно, поставила все нужные хэштеги, вот оттуда, видимо, люди начали приходить читать этот пост, он вышел в прямой эфир со мной, его была инициатива, и он там сказал, что Анна, вы не дотерпели два дня. То есть, как бы, проблема в том, что вы два дня не протерпели, поэтому 15 тысяч вам больше не полагается. Да, у нас были договоренности, что спустя 14 дней, я не трогаю их вообще никакие, никакими плохими словами их не поливаю, вот, и их доброе имя. Но при этом, если бы вы это сделали бы, то вам бы просто 15 тысяч и все, то есть, ремонт мотора все равно на вас. Нет, нет, о чем поговорить, нет, конечно. То есть, таким образом, мы с вами подводим 480 тысяч цена автомобиля раз, плюс 30 тысяч 510, это с учетом того, что подбор 2, плюс 140 тысяч, это 650 рублей, это за ремонт мотора 3, и ремонтировать вам его будут в течение... Ну, еще недельки-две, наверное. То есть, суммарно месяц вы, как бы, без машины. Да. 650. Ань, внеси, пожалуйста, ясность. Ребята проверяли через Авинфобот такой есть, почему, когда один из сотрудников сервиса, который там ранее работал, сказал, что, ну, он же бесплатный, а вот, например, автотека, автокод, те сервисы, где можно там просто вбить номер автомобиля и получить отчет, они стоят 130, 300, там, 350 рублей, и это как бы очень, ну, судя по всему, наверное, дорого. Вот. Что сделали вы? Я взяла Авин, сама вбила в автотеке. Сами оплатили еще 130 рублей. Да. То есть, 650 тысяч, 630, а еще и подъемник. Так, вы оплачиваете историю по вашему автомобилю, что вы увидели? Я увидела, ну, все там, да, пробег все подтвердилось. Я увидела, во-первых, то, что блок машины был украшен дважды, по непонятным причинам, то, что Менинная Крыма там было. Второй момент, я увидела, что эта машина продавалась трижды за последние четыре месяца, это там высвечивается объявление Авито, и вот предыдущая продажа была 3 июля по стоимости 450 тысяч рублей, а вот 7 августа, прямо вот перед покупкой, получается, моей, она уже стоила 490 тысяч рублей. Ну, то есть, как-то цена-то растет, а должна-то, по идее, падать. А первый владелец, на которого вам даже удалось выйти, Аня обращалась к другим еще подборщикам, они ей помогли, и, соответственно, выяснилась такая некая цепочка, что есть человек, который изначально реальный владелец там из последних этого автомобиля, он ее продал примерно за 400-400, там, 10 тысяч. Хвостик, может быть, 10, там, может, 15 тысяч. Полную сумму он не назвал, то есть, он сказал так, что цена автомобиля ниже, чем 450 тысяч была, то есть, там, в районе 400, там, 10-420, условно, это мы уже додумываем, возможно, она и ниже была, то есть, точно нам цифру не назвал. Ну, и, кроме того, он еще сказал, что причина продажи была, потому что он... Кушал масло. Ну, просто, причем сильно так, там, на 1700 километров налить литр, это она не кушаемая, она жрана просто. Да, друзья, и, соответственно, мы-то с вами маленько понимаем, то, что когда начинается такой мысложор, да еще на митсубиши, полтора литра 2011 года, дело близится к ему, дело близится к продаже, и человек, собственно, скидывал автомобиль, при этом, подчеркиваю, вы его покупаете за 480, то есть, что у нас сейчас получается, есть Аня, есть первый, там, условно назовем его, там, продавец, вот последний, а между ними возник некто. Перекуп. Перекуп, который наварился денег, и еще, соответственно, вам скинул там, черти что, да еще и ребята с подбора не смогли разобраться. Такая ситуация, по этому отчету вы еще это выяснили. Смотрите, мы не делаем догадок, но на самом деле бывают такие ситуации, я их просто вам озвучу, для того, чтобы вы наматывали на ус. Многие подборщики тоже могут быть на руку нечестными, несмотря на то, что они работают, там, в известных компаниях, как они могут сделать. Вот стоит перекуп, ставлю я как подборщик, мы такие, ага, я подбираю, ты продаешь. Договариваются так, что, допустим, мы тебе продадим машину, ты ее купишь за 480, и потом мне еще на карточку 30-очка прилетит. То есть, соответственно, все будут в доле, но я это вам озвучу как лишь предположение, что такое могло бы быть или не могло бы быть. В защиту Павла и компании, в частности, внутренний сотрудник, который там раньше работал, он утверждает, что когда Паша ловил людей на подобном, он их сразу увольнял. То есть, такого он не допускал ранее как минимум 100%. То есть, за этим очень хорошо следили. И раньше я вот, Аня, рассказывал, что у них был технический директор. То есть, опять же, я навел справки, которые все машины просматривал, и действительно больше было позитивных отзывов. И сейчас даже люди некоторые писали, что когда-то покупали у них, есть там позитивные, как в любой компании, есть и люди, которым не повезло, скажем так, вот как Анне. Ань, вот подводя итог к тому, что у тебя сейчас машина висит там где-то на подъемнике, ты ходишь без автомобиля, что у тебя сейчас происходит в отношении этой компании, какие у тебя действия? Ну, я отправила им документы, которые подтверждают стоимость ремонта, стоимость запчастей, где указаны причины, по которым ремонтировался автомобиль, и перечень работ, который производился. Вот пока мы на этой стадии. То есть, Павел, видимо, какое-то там решение, ему нужно подумать, обмазговать все это. Ну, он мне просто все время писал, что мне нужны документы для того, чтобы решить вопрос о компенсации стоимости. Вот, ну, как бы хорошо бы, если бы вернул, еще бы лучше бы машину эту забрала тоже. Параллельно с этим Анна, на самом деле, вот смотрите, симпатичная девушка с молодым человеком, все хотели купить автомобиль, но Анна, на самом деле, треогу бьет по полной программе. Вы ездили уже и для Москвы 24, если не ошибаюсь, давали интервью, и так вам постоянно люди пишут. То есть, ваша ситуация действительно какая-то такая. Ну, да, известно от Москвы до Уфы, там на севере уже все знают. И это действительно так, потому что действительно подборщики даже с севера пишут. Друзья, вот я вас приглашаю в комментарии, высказайте ваше мнение, как вы считаете, как в этой ситуации должен поступить Павел, как это вообще нормально, ненормально. На мой взгляд, было бы идеально, если бы мы помогли бы Ане и культурно, друзья. Ни в коем случае надо писать, какие гадости Паше объяснили, что Паш, ну все бывают, ошибаются. То есть, твои ситуации по-хорошему, просто взгляд со стороны. Цветы, забрать машину, либо вернуть всю ту сумму, которую она потратила через вас, либо же предложить человеку, ну вот теперь найти действительно хороший автомобиль, забирайте его, ремонтируйте, либо вот доделывают. На самом деле, любую ситуацию, поймите правильно, любой автоподборщик, тем более руководитель компании, может вывести вот на раз-два. Простые примеры, автоподбор Ильдар, Стас Асафьев, все ребята бывают ошибаются, но их сотрудники. Тем не менее, они несут ответственность, полетел мотор, забрали, поменяли, человек доволен, еще больше приходит клиентов. Соответственно, почему Павел в этой ситуации чуть-чуть пошел иной дорогой и считает, что мы отдали тебе машину, ну и все твои проблемы. Ну странно было еще то, что Павел, ну ко мне приезжал другой автоподбор, смотреть машину, проверяйте, ну правда ли я говорю, вдруг я вру, там просто хайп устроил в интернете, там пиарю за этот счет. То есть другие автоподборщики, они приезжали, смотрели, они организовали группу по сбору мне денежных средств. На самом деле, это приятно просто, что ребята мне безразлично, а Павлу все равно просто в этой ситуации. Отсюда моя агрессия, отсюда моя злость, поэтому я, ну, бомблю по этому поводу вообще. Ань, подводя итог, вот что бы ты хотела, как бы ты хотела, чтобы сейчас эта ситуация закончилась? Вот твое идеальное развитие обстоятельств, тебе же не нужны по большому счету скандалы, ты же хочешь жить там дальше своей жизнью. Какое в твоем понимании идеал? Ну вы вообще изложили идеальный вариант развития событий. То есть я попал в точку? Да, но это было бы идеально просто, чтобы я осталась максимально довольна, чтобы мне забрали машину и предложили новый вариант, потому что, ну, лансер у меня к нему уже, в принципе, душа не лежит. Ну да, после такого ремонта. Ну и в целом просто наубеешь, наверное, людей от такой ситуации в целом, потому что нервов потрачено, времени потрачено, я вынуждена была уйти в отпуск за свой счет, чтобы вот это все разруливать, да зачем вообще-то надо? Если вы оказываете услуги, оказывайте должным образом. Вот и все. И давайте гарантию уже. Вот это говорит то, что вы купили машину и вам гарантий не даем никаких. Как будто она целая, скомов нет, ничего нет. Да я лучше бы с крашеным крылом ездила, честно. Поэтому важно читать договор. Когда ты начала его читать, ты выяснила то, что по их договору никакой ответственности никто ни за что не несет. Ну да, но сейчас большинство компаний так делают. Я же наивная, поэтому я думаю, ну, наверное, там это… Все пытаются уберечь себя каким-либо образом от последствий, поэтому… Но там у них договор вообще шикарный. Там не докопаться никак. Но на самом деле, там более, не знаю, продвинутые, непродвинутые подборщики, они несут два месяца соответственно. Да, есть такое. То есть ты покупаешь и в течение двух месяцев, если там с коробкой, с какими-то такими узлами будет проблема, они будут пытаться, по крайней мере, решить. Ань, мы тебе желаем удачи, чтобы твоя ситуация закончилась до конца. В любом случае, друзья, на англ. Я оставляю ссылку. Соответственно, вы можете зайти, если вдруг вы посчитаете то, что она где-то соврала, у нее есть все. Договора, переписки, прямые эфиры, в Инстаграме, всего Павла. Кому интересно, вы можете почитать. Каждый из нас. Вот я покупал автомобиль, также с пробегом обращался к подборщикам. Нужно наматывать на УЗ, что вот такие ситуации бывают. Нужно быть внимательным предельно. И в любом случае, даже на Павла мы также оставим ссылку на его Инстаграм, потому что он высказывает свою точку зрения. Возможно, вы зайдете там, скажете ему, Паш, помоги Ане, давай верни машину, вырулить ситуацию в свою сторону. Ведь среди вас наверняка есть его бывшие клиенты, которые обращались к нему за подбором и были довольны. В любом случае, ситуация, как говорится, должна закончиться вот так вот. Потому что сумма не 5 миллионов, не 15. В принципе, для подбора, я думаю, справятся. Я очень надеюсь, что тебе, конечно, помогут и вернут твои денежки. И ты будешь довольный. Скажешь, вот теперь, Паша, ты молодец. Как говорится, мир, дружба, жвачка. Друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на Инстаграм нашего канала. Там всегда выходят только свежие новости. Ваше мнение обязательно в комментарии. Всех вас ждем. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok